О герое Советского Союза родом из Приднестровья на российском телевидении. Телеканал «Звезда» подготовил фильм о Владимире Бачковском, танковом асе Великой Отечественной. Съемочную группу консультировали специалисты Столичного объединенного музея. Группе Бачковского предстояло, оставив в резерве три танка с остальными семью машинами, а также с приданными артиллерийской батареей и мотострелковой ротой, занять оборону в районе села Яковлева, чтобы перекрыть шоссе Белгород-Обаянь-Курск. Владимир и представить не мог, что его отряду выпало принять первый и самый страшный удар элитной первой танковой дивизии СС «Лейпштандарт» Адольф Гитлера. Рассказ об одном из эпизодов Курской битвы. Тогда рота старшего лейтенанта Бачковского подбила 16 немецких танков. Сам командир с экипажем уничтожил три. Преимущество обеспечила тактическая хитрость. Так называемое «заигрывание с танками» — это когда тяжелая техника ненадолго показывается из-за укрытия, чтобы привлечь внимание противника. Немецкие танки разворачивались на них, а заранее замаскированные, поставленные в засаду либо другие танки, либо противотанковая артиллерия открывали огонь в борт. Бачковский всегда искал нестандартные ходы в бою. Родился в Террасполе, ушел на фронт в 18 лет, а звание Героя Советского Союза получил в 20. Пять раз горел в танке и всегда возвращался в строй. О таком впору фильмы снимать подумали на телеканале «Звезда» и сняли. Работали в том числе и у нас, в Приднестровье. Вот эта серия «Легенды армии», она у нас снималась уже. Картина охватывает весь боевой путь знаменитого танкиста — 36 уничтоженных вражеских танков. А вот о послевоенном времени и связи с Террасполем не так много. Исправляем. После освобождения Террасполя, где-то так в конце апреля, в начале мая, ему удалось сюда приехать. И он видел город освобожденным уже. После ухода в отставку вернулся в Террасполе, жил здесь, принимал активное участие в жизни городской. Ну, для меня, например, памятно то, как он встречался здесь у нас в музее с призывниками. Владимира Бачковского не стало в 99-м году. За два дня до Великой Победы.